Всем привет! Завершается уже вторая неделя эпохального противостояния любимца миллионов Джей Ди с его бывшей женой, на кону которого стоит репутация обоих актеров и без преувеличения вся их будущая жизнь. Что ж, не будет излишеством сказать, что на этой неделе именно главный пират Голливуда был в центре внимания, ведь на протяжении нескольких дней к ряду он много часов подряд отвечал на совершенно все возможные вопросы представителей, как своей, так и противоположной стороны, в ходе которых актер не оставил камня на камне от уверения его бывшей и раскрыл много интересных и тайных до недавнего времени подробностей о ней самой. Так что предлагаю поскорее разобраться в происходящем и узнать, какова расстановка сил к концу второй недели и чего ждать в будущем. Погнали! Итак, на этой неделе именно Джей Ди стал главным объектом заседаний, именно актера, если можно так сказать препарировали многочисленные представители сторон, задавая ему все возможные и невозможные вопросы и выуживая все новую и новую информацию о его совместном прошлом с Эйдж. Из того, что реально стоит нашего внимания, необходимо отметить, что Джей Ди во всеуслышание заявил, что зачастую именно ему приходилось давать назад во время регулярных столкновений с бывшей. Он описал ее отношения с ним как похожие на чистую ненависть и заявил, что оставался с ней так долго, в первую очередь для того, чтобы она сама себе не навредила. По словам актера, все это происходило с таким гневом и ненавистью. Это казалось чистой ненавистью ко мне. И если я останусь, чтобы спорить с этим, я был уверен, что это перерастет в гораздо большее. И часто так и происходило. Так оно и было, сказал он. Также Джей Ди добавил, что действия его бывшей были более чем разнообразны, так сказать. Иногда это могло начаться с того, что мне в голову летел пульт от телевизора. Можно начать с того, что бросить мне в лицо бокал вина. В общем, это было постоянно, заявил актер. И хочу вам напомнить, что состоянием на сегодняшний день это уже не простые слова. И за каждое слово, если оно вдруг окажется ложью, теперь заявившая эта сторона будет нести очень строгую ответственность. Что, разумеется, понимает и сам Джей Ди. Так что более нет никаких сомнений в том, какой святошей в кавычках была его бывшая и как она на самом деле себя вела. Кроме того, уже немного погодя вскрылось, очень много интересного касательно и мотивов Эй Эйч в ее браке с голливудской звездой. Дело в том, что бывшая помощница актрисы Аквамена уже давно говорила о том, что та использовала отношения с именитым актером для личной выгоды, пользуясь ими как трамплином в карьере, а также как средством персональной наживы, получая дорогие подарки и даже требуя скидки в элитных бутиках Беверли Хиллс, как девушке, а позже супруге мировой звезды. Нас с вами, конечно, дорогие сумки или туфли вряд ли уж очень интересуют, а вот крутые гаджеты это то, от чего сложно отказаться. Тем более, что в последнее время интернет наводнился топовыми новинками. Удовольствие это все, конечно, не из дешевых, но зачем тратить по 50к на новую технику, если ее можно забрать на Крэйзи Бокс в 10 раз дешевле. Это интернет-магазин сюрприз коробок, и тут их действительно очень много, начиная с игровых и заканчивая коробками с телефонами. К примеру, если открыть коробку с лучшими телефонами, можно получить как Samsung за 15 тысяч, так и, если повезет, то и последний iPhone. Выигранный приз заказывай себе, либо продавай обратно сайту и получай за него деньги, но сперва рекомендую открыть две бесплатных коробки, в них много хороших призов. Работают эти ребята уже давно, зарекомендовали себя с хорошей стороны, так что переходи по ссылке в описании на Крэйзи Бокс и забери свой ценный приз. Так вот, касательно алчности A.H., она, конечно, сама всегда это отрицала, более того, типа широкий жест актрисы, которая типа отдала 7 миллионов долларов на благотворительность, должен был, по идее, снять все вопросы, да вот только, как мы знаем, и деньги исполнительница роли Меры не спешила никому передавать, пока ее не прижали, и, как оказалось, уже сейчас материальная сторона интересовала ее очень даже сильно. Это выяснилось, опять-таки, со слов ее бывшего мужа, когда он начал комментировать историю 2015 года, случившееся в Австралии. Ну, вы все в курсе о том эпохальном событии с пальцем Джей Ди, сейчас без подробностей. Так вот, актер вновь подтвердил свою версию, что все произошло вследствие полета в него сразу двух стеклянных бутылок, но что самое интересное, заговорил о предпосылках ко всему этому. Оказалось, что в тот день A.H. прилетела рейсом из Лос-Анджелеса, но была расстроена встречей с представителем, на которой обсуждалась просьба Джей Ди о так называемом послебрачном соглашении. По словам актера, данный вопрос как раз-таки и вывел его бывшую из себя. «Она все время говорила, меня нет даже в твоем завещании, меня даже нет в твоем завещании», – сказал актер. «Я подумал, что это странно говорить, это казалось неправильным, но она не могла отпустить тот факт, что я был в этом послебрачном соглашении и пытался якобы обмануть ее, чтобы она ничего не получила в итоге». Далее актер продолжил, что их разногласия на почве денег существенно обострились, «она была в ярости и она была одержима», – сказал Джей Ди. Он сказал, что пытался запереться как минимум в девяти разных спальнях и в ванной, но она стучала в двери и орала, в итоге же она таки нашла Джей Ди и случилось то, что случилось, в детали мы сейчас вдаваться не будем. Ведь нас больше всего интересует развенчанный на наших глазах миф о бескорыстности актрисы Аквамена, которую она везде, где только могла, пыталась подчеркнуть и навязать широкой общественности. По факту же выясняется, что вопрос денег, видимо, всегда стоял для нее на первом или, как минимум, на первых местах, что в итоге даже привело к непредсказуемым последствиям, случившимся в Австралии. Согласитесь, это более чем весомые аргументы, и я, честно, не знаю, как противоположная сторона будет их опровергать. Мы же продолжаем и переходим к, возможно, самому любопытному, тому, как, по словам Джей Ди, его бывшая прямо перед ним начала свои махинации, которые в итоге и привели к нынешнему слушанию. По словам актера, в 2016 году он принял решение о том, чтобы расстаться. Тогда он встретил свою бывшую в их пентхаусе в Лос-Анджелесе, куда актер приехал, чтобы забрать некоторые вещи. На тот момент актриса как раз говорила со своим другом-подругой Тилитом Райтом по телефону, когда, по словам актера, он подошел, взял трубку и сказал Тилиту «забирай ее, теперь она вся твоя». На что из соседней комнаты вбежала другая подруга Эйч, Рокки Паннингтон, со словами «оставь ее в покое, оставь ее в покое, хоть ничего толком и не происходило». Далее Джей Ди признается, что хотя находился от своей будущей бывшей в добрых 6 метрах, она начала кричать в трубку так, чтобы ее было максимально хорошо слышно, что не надо ее трогать, она кричала своим лучшим испуганным голосом, говорит актер. Естественно, чтобы на той стороне провода создавалось впечатление, что у них там происходит бог весь что. Но после этого Эйч пошла еще дальше, потому что когда в пентхаус зашли два друга актера, она, увидев их, сказала «это последний раз, когда ты тронул меня пальцем». То есть, по сути, Эйч, как настоящая актриса, тут же вошла в свою роль и с первых же секунд начала делать все, чтобы ее версия событий выглядела максимально правдоподобной. Дошло даже до того, что Эйч использовала красный лак для ногтей, разлитый по салфеткам, чтобы использовать очередную бурную историю. «Это был просто красный лак», — сказал актер перед всей общественностью. То есть, перед нами четкое подтверждение того, что звезда Аквамена намеренно и совершенно направленно вела все свои действия, нацеленные на то, чтобы стереть репутацию и карьеру своего бывшего. Об этом он сам заявил, понимая всю ответственность подобного рода утверждений. И, честно говоря, крайне любопытно, что в свое оправдание будет дальше говорить о Эйч. Кстати, чтобы не пропустить самое интересное, прямо сейчас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Так точно будете оставаться в курсе событий. Мы же к еще одному крайне любопытному факту. Дело в том, что Джей Ди впервые, кстати, что делает ему честь, заговорил уже и о слабостях своей экс-супруги. Ну, потому что она сама уже на протяжении довольно долгого времени во всех красотах описывала всяческие пороки актера, говоря о его употреблении всего, чего только можно и прочим, и прочим. Все это, по словам актрисы, пробуждало в ее тогдашнем муже некую темную сущность и так далее и тому подобное. Но вот оказывается, что при всем этом сама Эйч тоже далека от образа, что она выстраивала себе на протяжении всех последних лет. Потому что оказалось, со слов опять-таки Джей Ди, что, во-первых, ей также не чуждо увлечение горячительными напитками. Так за один вечер, по словам актера, его экс-супруга могла выпить две бутылки вина. Кроме того, не брезговала она всяческими запрещенными препаратами, а также грибами. Все это имело довольно систематический характер. И все это в корне разбивает тот образ невинной овечки, который лепит из себя Эйч и многие ее сторонники. Когда актрису представляют как мирную и благочестивую мадам, попавшую в сложную ситуацию. На самом же деле получается, что она сама была, да и является порочной, алчной, завистливой, а еще очень расчетливой и злопамятной личностью, которая четко прописала роли, продумала все наперед и на протяжении долгих лет превращала свой план в реальность. Также Джей Ди еще раз подчеркнул и заявил со всей ответственностью, что он никогда за всю свою жизнь не тронул пальцем ни одну женщину. И следовательно, совершенно все, что сочинила его бывшая супруга, это тотальная ложь и выдумка. Этого просто не происходило, заявил главный пират Голливуда. Этого никогда не было. Кроме того, актер сделал и еще одно очень печальное заявление, сказав, что когда его бывшая выступила против него со своими выдумками, когда все они кружили вокруг меня и распространяли эту ложь по всему миру, я вдруг понял, что в мои 50 лет для меня все кончилось. Это все, сказал актер. Также он добавил, что независимо от исхода данного процесса, в тот момент, когда против него были сделаны все эти утверждения, и они стали поводом для СМИ, я проиграл, сказал он. Я проиграл и я буду нести это до конца своей жизни. Печальные признания, согласитесь. А еще печальное признание для всех поклонников пиратской саги, потому что под перекрестными вопросами сторон главный пират Голливуда вновь открыто признал, что более никогда не согласится работать с Диснеем и взять на себя роль капитана Джека Воробья. Это было сказано четко в окружении десятков камер, так что, как мне кажется, в данном вопросе как минимум на ближайшее время можно ставить точку. Джей Ди закончил с Диснеем и пиратами Карибского моря, и на этом все. А на этом, кстати, действительно на сегодня все, но, как вы понимаете, дело продолжается и самое интересное впереди. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. А еще пишите ваши комментарии и ставьте пальцы вверх. Скоро увидимся.